А вы? Нет, нет, я уже позавтракал. Просто здесь на улице так хорошо. Господин инспектор, вы столь любезны сегодня утром, что я не могу не спросить вас. Вы, наверное... Говорите, говорите. Вы нашли конверт, который я вам положил в карман вчера вечером? Разумеется. Вас устраивает сумма? Устраивает? Я даже не знаю, с какой целью вы мне их дали. Ну как с какой? Столько беспокойства, проверка наших документов, консультации по авторским правам. Но я же вас ни о чем не просил. Я это сделал просто, чтобы вам помочь. О, я вам благодарен. Так в чем же дело? Вы проверили отчетность? Да, я проверил и передал все своему секретарю. И сколько мы должны выплатить? Подождите, сейчас она вам все скажет. Мариуччи, добрый день. Это я. Ты посмотрела те расчеты? Да, я как раз закончила. Итак, к оплате 600 миллионов. Подожди, Мариуччи, повтори еще раз погромче. Хорошо. Необходимо заплатить 600 миллионов авторских, не выплаченных ранее, и 500 миллионов штрафов. Спасибо, Мариуччи. Я перезвоню позже. Слышали? Слышал. Что же нам теперь делать? Что делать? Ведь это крах, и как мне теперь из этого выпутаться? Может быть, вы мне что-нибудь посоветуете? Есть один способ. Но он не совсем обычный. Вы должны избавиться от этого предприятия до того, как на вас выйдет налоговая. Согласен, я уже об этом думал. Но кто захочет покупать предприятия с такими огромными долгами? Половину из них я бы еще мог заплатить, но... Половину, говорите? Хорошо. В таком случае я могу вам помочь. Вы заплатите половину долгов, я плачу вторую половину и выкупаю у вас предприятие. Правда. А как это можно организовать? Очень легко. Сто миллионов вы мне уже дали. Об оставшихся 240 миллионах вы мне дадите гарантию у нотариуса, и я автоматически стану собственником радио Монте-Каттини Либерро, приняв на себя все обязательства. Гражданские, уголовные, экономические. А вы, господин Проти, можете спокойно спать. Да, конечно, но есть одна маленькая проблема. Какая? Дело в том, что радио Монте-Каттини принадлежит 2% акций нашей сети гостиниц. Я бы хотел каких-то гарантий по поводу этих акций. Каких-то гарантий? Да у вас такие гарантии, о которых только мечтать можно. Что вы имеете в виду? Извините. Получая 2% акций вашего предприятия, я становлюсь вашим соучредителем. Так что вы защищены во всех смыслах. Не буду же я доносить на своего партнера, ведь это будет равносильно тому, чтобы донести на самого себя. А, понятно, это действительно серьезные гарантии. Послушайте, могу я от вас позвонить нотариусу, чтобы он все подготовил? Да, конечно, звоните, не будем затягивать дело. Энцо, я здесь, господин Гароне. Поставь шампанское охладиться, мы выпьем после подписания бумаг.